ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Дим. Привет. Рад тебя приветствовать в нашем дебютном выпуске Гитар Культа. И начнем, пожалуй, с самого начала. А именно с того, как ты начал заниматься игрой на гитаре. Почему ты выбрал именно то направление, в котором ты играешь. То есть это преимущественно шред, который у нас в стране, мягко говоря, недолюбливают. Началось это, наверное, лет в 13 у меня. То есть я когда услышал Битлз, я решил поиграть немножечко на акустической гитаре. Вот и все, и дальше поехал. Там мой брат у меня подсадил на металлику, Iron Maiden. То есть мы начали покупать ноты, снимать это все. То есть вот так вот перешло из какого-то попсового урока, это все в детстве, к металлу, к металлу, к металлу. Потом дальше начал слушать более прогрессивные направления. А к шреду, я не знаю, я бы не сказал, что я занимаюсь шредом. А ты занимался сам или ходил к кому-то, брал частные уроки или в школы? Нет, я с удовольствием, конечно, был и рад был, чтобы меня отправили в какую-нибудь школу. Но из-за того, что не было возможности, поэтому я в большинстве случаев сам. И это, естественно, общение с музыкантами. То есть с гитаристом постоянно обменен опыт на определенном этапе. То есть все остальное по книжкам. Отлично. И расскажи про то, как ты все-таки дошел до эндорсмента достаточно такой известной фирмы, как ESP. Насколько мне известно, вы с Александром и с Андреем. Да, с Андреем Смирновым. С Сашей Стрельниковым. И с эндорсерами ESP именно. Почему именно эти гитары? То есть как получили эндорсмент? Ну, первую гитару ESP у меня появилась в 2004 году. Соответственно, ну, естественно, раз я слушал Metallica, Megadeth, они... Там, Дэйв Мастейн определенный период времени играл на ESP. Да, Metallica – это, по-моему, вообще лицо ESP. То есть, естественно, блин, все мы фанатели, там, видели этот логотип ESP. Да, мы хотели всю такую гитару. У него это просто было, как бы, ну, изначально это на подсознательном уровне. То есть, да, ассоциация была крутая гитара, крутая группа, крутая гитара, значит, все. Вот, и я просто, опять же, вот с Андреем Смирновым, посоветовавшись, он, как бы, был опытнее меня в этом плане. У него было уже Horizon ESP. Я себе тоже, я поиграл, мне понравилось. Через какое-то определенное время приобрел вот красную гитару, мою Horizon FR-2. То есть гитара оправдала твоё ожидание? Ну, на тот момент, да, потому что у меня это был, это мой самый первый, наверное, профессиональный инструмент. До этого у меня были гитары, но это всё не то. А что это будет за инструмент, если не секрет? Не, не секрет. Предыдущая гитара была, это no name вообще. Мне её сделал, даже, ну, не сделал, я купил его у мастера. Это в городе Матища, я, если честно, не помню, как его зовут. Вот, это именно мастеровая была гитара. Какое впечатление? Ну, на тот момент, знаешь, сейчас трудно, конечно, оценивать, потому что там такой возраст был, то, что, да, нифига себе, электрогитара нормальная. Не акустика там папина, а именно электрогитара. Конечно, мне тогда очень нравилось это всё. Я считаю, я именно с неё начал заниматься, там, поплотную именно вот металлом, там, это соло играть, всё остальное. А последующее? Последующее, то, что, как мы ESP endorsement получили, да, то есть, когда я с Сашей познакомился, он тоже играл на ESP, то есть, здесь, как бы, идея сама вообще пришла так, что, естественно, мы, ну, как бы, это не было самоцелью. Мы записали на тот момент альбом, в 2009 году, это Beginning of the End, Tantal. У нас были определённые, там, круги музыкантов, которые знают, ребята из ESP, то есть, я, ну, даже не знают, можно сказать, не по подрекции, а просто я тупо позвонил директору Авалона нашего, вот, и передал ему диск на одну из выставок. Ему понравилось, мы с ним созвонились позже, он сказал, что да, не проблема. Так, можешь рассказать про что-нибудь про один из своих самых любимых инструментов, мне кажется, он здесь, с нами, в данный момент? Ну, я бы не сказал, что он любимый, на самом деле, вот, это одно из моих последних приобретений, просто, ESP. У меня было, на самом деле, три гитары ESP, то есть, это, вот, первая, которая, красная, Horizon FR 2. Это самая первая гитара, я с ней, наверное, вряд ли когда-нибудь расстанусь, потому что оно, дерево такое, то, что она начинает звучать каждый раз лучше и лучше. Вот, я просто замечаю, вот, с 2004 года сейчас, 10 лет гитаре, она отлично себя показала, я её только куда-нибудь брал. Вот, вторая гитара у меня была, когда я играл в группе Rest in Pain, это был семиструнный баритон Стивена Карпентера. Это LTD было, вот, но я от него со временем избавился, кроме того, что я перестал там играть, вот, мне он немножко не устраивал именно по мензуре, там очень была большая мензура баритоновская. Мне, в принципе, хватает вот стандартные 25,5 для того, чтобы играть, там, в дроп, соль. То есть, мне не очень было удобно там и соло играть, не знаю, ну, в принципе, гитара была неплохая. Но я вот решил, в какой-то период времени я не играл на семиструнных гитарах. Вот, в прошлом году, как раз, когда я перешёл в Overlost играть, вот, я решил для себя взять вторую концертную гитару, такую вот, именно семиструнную. Потому что сейчас и песни, и Tantal, и Overlost там мы пишем, ну, немножко расширяем границы наши, вот, поэтому музыкальные. Поэтому мы решили вот на семиструнки перейти. А сами впечатления, вот, это именно от данного инструмента? От данного инструмента, ты знаешь, я, у меня из-за того, что гитары, ну, я бы не сказал, много, порядочные, есть на чём играть. То есть, это вот инструмент, который я до сих пор, к которому я до сих пор привыкаю и разыгрываю. То есть, я ещё до конца, если честно, с ним так вплотную не познакомился, знаете, как с девушкой бывает, там, когда уже до этого доходит, там. Не, ну, это, как бы, концертный инструмент для группы Overlost. Я на ней записывал сессионно какие-то работы. То есть, у меня, в принципе, вот, все дубли, ну, записи, которые я слышал, они меня вполне устраивают. Единственное, что я подумаю, вот, как раз сегодня сидел и подбирал, поменяют звукосниматели. Здесь стоит комплект AMG-707, я не знаю. Мне не очень нравятся ежи, потому что немножко, вот, пластмассовый звук получается. Я, у меня на всех гитарах, на остальных стоят пассивные звукосниматели, Симара, Димарцио. Я очень именно люблю их. Вот, с ежами у меня как-то вот все не складывается. Я, конечно, экспериментирую и пробую, но вот подумаю все-таки бриджи заменить. В остальном инструмент меня вполне устраивает. То есть, удобный очень гриф по сравнению, опять же, с моделью Carpenter. Мензуру то, что мне нужно. Расстояние между струнами. Почти что я вот иногда играю на шеститрун, иногда раз на седьмую струнку перехожу. Для меня лично я просто испытываю неопределенный дискомфорт. Вот с этой гитарой у меня такого нет. И, опять же, я долго искал для того, чтобы гитара была с тюноматиком. То есть, это для записи очень хорошо, когда нету Флойд Ройза. Это именно для записи я искал. В концертной практике, естественно, машинку взял, за яйца ее потрезли. Все дела там, все завизжали, телочки особенно. А эту гитару я взял с тем умсом, что вы используете ее так же и на студийной работе. Не только для соло, а и ритм гитары прописывать. Как ты относишься к гитарной классике? То есть, допустим, таким как гибсон инструментом, фендер. То есть, кто-то говорит из современных гитаристов, то, что это все прошлый век. То, что сейчас на этом никто не играешь, и струн нахрен никому не нужны. И так далее. Нет, я абсолютно уважительно к этому отношусь. Я считаю то, что на этих гитарах тоже можно и метал играть. У меня был период, когда я выбирал себе студийный инструмент. Я реально рассматривал гибсон. Лес Пол. Но единственное, у меня не срослось немножко, потому что мне подогнали такой инструмент, как Дин. Это вот 2001 года. Тайм капсул. И я просто в него влюбился. На всех альбомах, в принципе, ритмовую партию, на Flash of Aggression, сейчас на последнем альбоме Tantal, я играл именно ритм-гитары на нем. Потому что инструмент реально, он просто как рояль звучит. Мне очень нравится. Раз речь зашла о студии на работе, расскажи, пожалуйста, сильно ли отличается оборудование то, что ты используешь в студии на записи, и от того, что ты используешь на концертах? Ну, конечно. На записи проще добиться желаемого. Результат, как мне кажется. Поэтому там все ограничится именно студийным оборудованием. То есть, это кабинет. Не скажу, какой. Просто могу тупой пример привести опять же Tantal, как мы делали. Это голова Энгл, Рича Блэкморан и Максон. Все. То есть, примальчик вы никаких не использовали? Нет. То есть, грелка и голова. Вопрос еще такой. То есть, реально ли в нашей стране достаточно такое время, когда музыкальный рынок перенасыщен, заработать музыканту, который исполняет достаточно такую агрессивную, тяжелую музыку, которой говоришь ты? Сосите. Как и мы. Нет. То есть, молодым музыкантам не стоит обольщаться, потому что они смогут когда-либо заработать денег. Нет, почему? Нет, я не говорю. Если мы, я считаю, что у нас нет какой-то изюминки в этом, значит, если мы не можем заработать музыку. Как вот я недавно видел, читал цитату, да, одну, то, что если, рок это когда тебе пофигу, а народ все равно приходит на концерты. А не когда ты там пыжишься, а приходит там два человека. То есть, ну, значит, мы не совсем такую музыку играем, которая большинству нравится. Не, но тем не менее, специализированные прессы, которые посвящены тяжелой музыке, то есть, в общем-то, не обделяет вниманием то же самое Эверлос, Тантал. Ну да, но все равно... Наши фатраши стали достаточно ярким открытием. Пока что получается так, что мы работаем, чтобы заниматься музыкой, а не наоборот. В принципе, я не считаю, что это плохо, да, потому что у каждого человека должно быть свое хобби. Если оно не приносит денег, то и фиг с ним. Мне нравится то, что мы делаем просто, и нам вообще нравится то, что вам не нравится. А не было желания, допустим, пойти к Филиппу Михайлову поиграть? Ну, я думаю... Позаработать денег, так сказать. Я сейчас не буду анонсировать ничего, но такие с подвижкой у меня есть. Я ничего не скажу пока что, потому что там все это вилами по воде. Но да, реально, я вот как бы стараюсь максимально со всех сторон к музыкальной деятельности подходить, да. То есть ты относишься непредвзяток же? Я абсолютно непредвзято, да, потому что я знаю многих музыкантов, которые, да, там, они... Один день играют Dead, другой день играют там... Какой-нибудь вообще, который я зарабатываю. Поймут тебя? Ну, я не знаю. Мне кажется, все довольно такие лояльные ребята. Да, но есть же радикально настроенные ребята. Ну, радикально настроенные... Как бы коллектив... Мне кажется, вот как раз это не модно сейчас, мне кажется, быть радикально настроенным в плане музыки. Потому что, во-первых, мы уже сами Тантал подразумеваем то, что мы как бы у нас... Мы стараемся вообще не придерживаться никаких границ. Я слышал отзывы там о том, что вот первый альбом был офигенный, а этот говно, потому что здесь у вас тут куча чистого вокала. Вы вообще сопливые стали. Ребята, не ходите, не слушайте, но мы как бы делали так, чтобы всем нравилось. И мне, в принципе, я считаю, человек должен делать то, что ему нравится. Да, я могу прислушаться к этому мнению, конечно, да, но все равно это... Если это мнение будет такое, то что говно, я, естественно, его не приму. Если скажешь, ну, чувак, ты, конечно, там дал, там, то, что ты играешь там в педик-группе, а еще в Тантале, да, тогда я, может быть, задумываюсь. Но, опять же, это все на вкус и цвет. Я же не привношу там какой-то мишуры там розовый в Тантал. Если вам Тантал нравится, пожалуйста, слушайте. Если вам оверолост нравится, пожалуйста. Дим, ну, на самом деле, та музыка, которую ты играешь, является, ну, достаточно нелегкой в плане игры. Угу. И, то есть, наверное, многим будет интересно, как ты поддерживаешь себя в форме. То есть, какие упражнения для разогрева, так сказать, используешь. И можно ли восстановить технику после длительного перерыва. Я вот этим постоянно занимаюсь. То есть, если не играл, не играл, то есть, допустим, ну, месяца два, а потом взял гитару, и нужно все восстановить. Ну, вот сейчас такая ситуация со мной происходит, лично я не знаю, как, может быть, это из-за того, что занятость большая. Я практически сейчас вообще перестал какие-то упражнениями заниматься. Я либо записываю материал новый, либо сочиняю, либо вот просто играю на репетиции. То есть, у меня, да, я вот, когда только начинал заниматься гитарой, я там сидел за гитарой там по 6 часов, там занимался упражнениями всякими, пальцы разорвался. Я не говорю то, что сейчас я этим не занимаюсь, но гораздо реже. Во-первых, опять же, это все навык остается в любом случае. Иногда у меня бывают перерывы, там, по работе я куда-нибудь уеду, там, или что-то еще, там, на отдых. Я нет физически иметь с собой гитару. Я приезжаю, да, естественно, мне приходится попыхтеть. Очень даже. То есть, ну, я считаю, восстановить технику можно. Опять же, это все зависит от упорства гитариста. Ну, то есть, нет каких-то специальных там упражнений, просто надо играть, и все. Ну, вот на том этапе, которым я сейчас, я считаю, да. То есть, мне достаточно того, что мы собираемся, там, играем, сочиняем какой-то новый материал, какие-то, да, ставим для себя, там, ну, сочиняем новые рифы, которые, да, порой бывает трудно сыграть, но все равно-то, и вот как раз это все нарабатывается. По поводу каких-то упражнений, да, опять же, я никогда не чувствовал себя преподавателем, да, то есть, у меня иногда спрашивают, что там надо сделать. Ребят, сейчас очень много видеошкол, очень много там книжек. Я по книжкам учился, потом уже пошли в видеошколу. У меня все упражнения, которыми я разогреваюсь, это упражнения от Джона Петровича. Это вот его видеошкола, поэтому там прям первая глава посвящена всему разогреву. То есть, вот ничего особенного, возьмите, посмотрите, очень полезно. Но ты не считаешь то, что, допустим, занимаясь, допустим, по одной какой-то видеошколе, можно просто ставить случайно копией? Ну, да, 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 поэтому, опять же, я смотрел немало видеошкол, мне очень нравится Марти Фридман. Причем не просто, как бы, не именно, не техника его, а именно как он строит музыкальную фразу. Не пытался повторить его хват правой рукой? Мне кажется, это уже каждый пытался сделать. Так, а по поводу других видеошкол, вот, честно, блин, я начинаю смотреть какую-нибудь видеошколу, и все, мне не хватает. Я вот добросовестно прозанимался по Джону Петруччи, я посмотрел по рекомендации нашего гитарица Саши школу гитарную, гитариста Symphony X. Недавно я для себя открыл, вообще, вот, никогда не увлекался, это Майкл Энджио. Вот, то есть у него тоже интересно, мне, ну, я загорелся, просто со временем у меня этот интерес пропал, вообще. Ну, то есть, как в таком извращении. Ну, не знаю даже, просто вот именно... Просто многие считают то, что, допустим, того же самого Майкл Энджио больше упор нашел на зрелищность. Да, да, но мне... На музыку как таковую. Мне понравилось то, что, как он скорость его, да, то есть я немножко сейчас вот заметил прямо по себе, то, что я именно отхожу от этой скорости, мне больше интересно, как бы, мелодическую мелодию. То есть, а возможно ли то, что это сказалось, сотрудничество с Андреем Смирновым? Ну, я не знаю. Он достаточно как... Ну, да, да, он такой мелодичный гитарист, да. То есть он не на технику упор делает, а именно на мелодику. Ну, да, конечно, потому что мы с ним общались, общаемся очень плотно, да, естественно, это сказывается каким-то образом. Просто я за собой даже замечаю то, что мне уже немножко неинтересно играть вот эту вот всю шердятину, да, а именно интересно какие-то фразы сделать, да. Не обязательно, чтобы они медленные были, мелодичные, но они, чтобы именно вот было у них движение. Вот я пока в себе вот стараюсь вот это развить. То есть тут каждый сам выбирает свою дорожку, да, то есть есть какие-то этапы, которые мы проходим, и будем возвращаться или не будем возвращаться, то есть здесь так. Дим, тебя окружает, на самом деле, достаточно большое количество музыкантов, в том числе, как бы, и гитаристов. И можно сказать, что ты учишься чему-то у каждого из них? Да, конечно. Опять же это, вот я повторюсь, это вот наш гитарист Саша Стрельников и Андрей Смирнов. То есть это вот два человека, которыми с Андреем я раньше, естественно, начал общаться, общение свое с Сашей, когда мы познакомились, то есть я постоянно вот смотрел на них, спрашивал, а как ты это делаешь, как ты это делаешь. И дало это свое как бы? Ну, конечно, это дает, это какие-то вообще сразу общение с такими людьми, мне кажется, это тебя сразу как-то, ну, можно сказать, вдохновляет, потому что ты приходишь там, ты что-то подсмотрел, научился, да, сделать, раз подзанимался, что-то свое придумал на базе эту. То есть это, мне кажется, очень хорошо, даже лучше, чем вот эти вот смотреть там книжки с видеошколами, да, то есть это опять же, как бы живое общение, да, живое принятие опыта, да, там, то есть тогда ты можешь... Тем более в режиме реального времени. Да, да. То, что ты можешь посмотреть и сразу же перенести это все на инструменты, тут же не отходя от кассы. Потому что я не считаю себя там каким-то сверхтехничным гитаристом, просто, мне кажется, есть гораздо более люди, которые подковывали в этом деле меня. Дим, то есть получается, вообще, до недавнего времени ты так же и с вами, совмещал, скажем, работу, не связанную с музыкой, непосредственно с игрой в коллективах и так далее. Ну, конечно, я до сих пор совмещаю. Нет, не мешает, то есть опять же, вот я сегодня пришел после работы, единственное то, что... Спасибо. Я очень рад тому, что у меня получается именно это совмещать, потому что у некоторых там какие-то бывают всегда напряги, но как бы вот все, с кем я общаюсь, с музыкантами, Тантал, там, и Рост, все как бы... Я просто обычно бытует время то, что... Ну, точнее, бытует мнение, что как бы работа... Это с восьми до восьми, то есть приходишь домой никакой, все это... А я считаю, да, а у нас так и происходит, я приезжаю в восемь часов домой, снимаю штаны, блин, сижу в трусниках, записываю альбом, или сочиняю там. Это, по-моему, это самый естественный процесс для наших российских музыкантов, опять же, теми того, что зарабатываем. Вот, то есть, опять же, дело того, фанаты этого дела или нет. Если мне нужно там что-то записать там или что-то выучить, я, естественно, как бы не пришел с работы, мне все равно, я знаю, что мне это нужно, мне вот там завтра, например, концерт играть. То есть ты не считаешь то, что работа является помехой для наших гитаристов? Ну, как бы хотелось, естественно, сидеть ни хрена не делать, утром просыпаться там в 12 часов дня, почесать яйца там, пойти на гитаре позаниматься. Просто, опять же, как бы многие говорят, типа, вот, типа, наш металл, он говно. Ну, да, наш металл. Наши не умеют играть. Опять? Нет такого мнения, то, что именно работа мешает этому самому умению играть. Я никогда так не считал вообще, вот, честно. Потому что работа, да, это работа, без нее никуда не денешься. Не, ну, одно дело, когда работа связана с музыкой непосредственно. А другое дело, когда ты работаешь каким-то клерком в какой-то конторе. Ну, гораздо лучше, если ты работаешь и не играешь на гитаре. Ой, гораздо хуже, если ты работаешь и не играешь на гитаре. Потому что, я не знаю, там, мы, наверное, бухали бы каждый день. Вечером после работы, как все. Вот с таким пузом сидели, короче, и телочки бы не мокли ни хрена. Дин, то есть, опять же, мы сейчас живем век достаточно прогрессивных цифровых технологий. И многие гитаристы так потихоньку отходят непосредственно от лампы. И считают, что цифра уже достигла этого уровня, этого потолка. Что ты можешь сказать на этот счет? Потому что есть, как бы, некоторые люди, которые до сих пор убеждены, что лампы все-таки круче. Ну, это к Саше больше, к лампу вы говорите вопрос. Не, ну, естественно, я в курсе вот этих вот всех цифровых веяний. Опять же, это AxeFX второй. Я, опять же, мне его Саша рекламировал одно время. Потом я увидел его в Андрея Смирнова, сейчас он, когда он играет в Вуду, то есть, ему довелось использовать AxeFX. Я не знаю, сейчас он использует или не использует, но по его, как бы, по его отзывам, это очень крутая штука, я понял. Естественно, пока что, ну, я не вижу смысла себе его приобретать, да, но вот по отзывам, я думаю, да, вполне. Тем более, если сейчас уже и группы даже пишут через него альбомы, ну, что можно говорить. Потому что, да, действительно, это круто, это очень удобно, когда ты не таскаешь с собой там педали или вообще голову, пасек бог. То есть, как считаешь, лампа, в конце концов, сгинет со сцены или все же нет? То, что все-таки понятно, что цифра звучит и достаточно мобильная в транспортировке. Смотря какой стиль. Но, тем не менее, ламповый стек выглядит гораздо круче. Согласен. Смотря, опять же, какой стиль, да, если мы говорим про металл, я думаю, вполне это реально то, что... Да, думаю, по всем. По всем, хорошо, да, но если ты играешь, вот опять же, мы с тобой до этого говорили, там, джаз, блюз, мне кажется, с цифрой это будет не тот эффект. Я не блюзмен, не джазмен, вот, но мне кажется, именно для такой музыки, опять же, и что касается записи и барабанов, там, и гитара, то есть, это все должно дышать. Такая музыка, жить. То есть, в металле нам нужно что? Нам нужно четко играть, да, то есть, цифра позволяет с имитацией тех же самых ламп, нам играть четко и с минимальными, там, весовыми затратами, там, на передвижение. И непосредственно за право выбора, то есть, пусть будет и лампа, и цифра, и консистент. Да, да, я одно время играл на Align 6, на поди, вот, я с него сам себя заставил слезть, я сейчас использую только вот аналоговые педали, я не пользуюсь там головами, которые вот на концертах, там, или на репетициях я приношу свои педали, это АМТ. Скажи честно, чувствуешь разницу? Конечно, чувствую. Переучиваться, она не прощает таких ошибок, как цифра. Приучиваться я, ну, я уже давно играю, года, наверное, три назад или четыре я слез с них, с именно цифры, я сейчас только пользуюсь педалем. Я думаю, это полезнее гораздо, потому что ты приучаешься, я даже могу прийти там на концерт, если я что-то забыл, я могу, я потыкаюсь в голову, и с тем уровнем гейна я могу уже сыграть. Цифры, после, когда я слез с цифрой, я не понимал, как можно играть с таким малым количеством гейна. То есть, это, опять же, с возрастом приходит, мне кажется. То есть, счастье не в гейне. Ну да. И не в гейне. Да уже все, все это знают, мне кажется. То есть, это такие прописные истины. Молодым гитаристам, да, опять же, дома я использую цифры, у меня дома никаких кабинетов нет, ничего, я играю через презет компьютерный. Да, здесь приходишь, конечно, не очень комфортно себя иногда чувствуешь. Как ты считаешь, вообще у нас есть в стране гитарная сцена, и если она вдруг существует, то кого бы ты хотел отметить? Ну, гитарная сцена, имеешь в виду то, что... Это яркие гитаристы, не обязательно, которые играют в коллективах, то есть... Ну, я не знаю, это сейчас будет самая реклама, да. Это Саша, это Андрей, по крайней мере, те гитаристы, которые я знаю, с которыми я работал, работаю, и я уверен в них. Вот, если честно, вот, опять же, я не скажу, что люди там виртуозы какие-то, да, но вот... Я даже, мне даже сложно больше кого-то назвать, потому что для меня, в принципе, я не оцениваю так, что, а, вот этот чувак голимый играет, дерьмо. Вот этот вот вообще ни хера не умеет, да, то есть все группы, с которыми я играл, там, в принципе, сейчас гитарная техника у всех даже, вот у ребят, ну, там, до 20-летнего возраста, там, или 18-летнего возраста, когда я только, блин, вот так вот, как на гуслях там умел играть, они сейчас играют там лучше нас. Вот, то есть, я считаю, то, что она, гитарная сцена у нас очень здорово развита. То есть, будущее все-таки у нас есть. Есть, но единственное то, что у нас очень возможности нам ограничивает, в том плане то, что все равно мы все копируем из-за бугра. Вот, у нас нет таких индивидуум, которые бы есть, конечно, но, может быть, они там просто, им не хватает такой жилки, то, чтобы как-то пробраться наверх, да, гитарист может офигеть. Он может быть офигенно играть, он может быть офигенным мыслителем в плане музыки, но он просто, у него нет таких качеств, которые способны пробиться. У меня вообще никогда изначальной цели не было, чтобы музыкой зарабатывать деньги. Никогда. То есть, я для себя, я понял то, что, может быть, из-за того, что это трудная дорожка, конечно, да, но просто я предпочел не париться по этому поводу и делать то, что мы вот делаем. Если хорошо, если кому-то это нравится, отлично. Если нам денег предложат, то вообще офигенно будет. Итак, наше интервью подходит к концу. Что бы ты мог пожелать нашим зрителям, молодым и не очень? В первую очередь, чтобы они не отчаивались, когда они, если у них что-то не получается в музыкальном плане. Я много видел людей, которые, поиграв, понимают то, что это очень сложно для них и просто забрасывают музыку. Ребята, для всего нужно прикладывать усилия и старание, терпение. То есть, если у вас что-то не получается с первого раза, пробуйте еще раз и еще. То есть, опять же, если вы хотите заниматься музыкой, не бросайте это. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был Дима Игнатьев, гитарист таких зубодробительных групп, как Nontal, Everlost и Flash of Aggression. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова